Всем привет! Всем классного завтрашнего часу дня, чи вечера, чи може ранку. Мы сегодня продолжим уставом месяце, да я много разу запомнилась. Боже, я так классно посихаю, так посмеялась от души. Отже, продолжим. Именно так были утрачены многие назидательные сказки, призванные рассказывать женщинам о половой жизни, о любви, деньгах, замужестве, деторождении, смерти и преображении. Именно так ушли в тень волшебной истории и мифы, в которых объяснялись древние женские таинства. Из большинства издаваемых ныне старых собраний волшебных сказок и мифов полностью выкорчеваны всякая скатология, всеосексуальная, порочная, даже там, где сказка учит избегать этого. Все это христианское, женское, женские божества, инициации, лекарства от различных душевных недугов и наставления по экстатическим духовным практикам. То есть они говорят о том, что литература была подкорректирована и все, что было неугодно той или иной религии, оно было убрано из книг. И это не первый источник, в котором так указывается. Очень много из разных источников, если почитать, то в принципе под каждое правительство, если задуматься, то полностью все новости, все переписывается. Потому что во время того, как правит правительство, оно решает, что допускается, а что нет. Поэтому там много всего было утрачено и убрано. Но они не утрачены навсегда. В детстве мне было поведано множество... Множество... Я снова все пропустила. Множество... Множество... Все. Но они не утрачены навсегда. В детстве мне было поведано множество непреукрашенных и неиспорченных старых сказок. Ни одну из них я перенесла в эту книгу. Но даже обрывки сказок в том виде, в котором они существуют сегодня, могут дать представление о подлинном сюжете. Я размышляю об этом, занимаясь работой, которую я шутку называю патолого... Анатомией и палеомиф... Я уже в прошлый раз именно на этих же словах зависла. Палеомифологической... Палеомифологией сказки. Хотя, на самом деле, реконструкция — это процесс долгий, сложный и требующий терпеливого созерцания. Патологоанатомия разбирает эти сказки, короче, до самого их зачатка. Откуда они пошли? Вот это она имеет в виду. Наконец-то. По необходимости я использую различные приемы интерпретации текста, сравнение литмотивов, учитывая исторические и антропологические данные, новые и старые образы. Этот метод, в частности, реконструкция на основе исконных древних приемов композиции, которую я освоила за годы изучения аналитической и архетипической психологии, позволяет сохранять и изучать все мотивы и сюжеты сказок, легенд и мифов, чтобы постичь инстинктивную жизнь людей. Я черпаю сведения в картинах, которые таятся в мирах воображения, то есть те, которые она придумала, в коллективных образах бессознательного, окей, то, что думают массы, и в тех, которые удается обнаружить благодаря сновидениям и необычным состояниям сознания. То есть сны, которых, знаете, как это, осознанные сны, вот, или под необычными созданиями, сейчас, необычными этими сознаниями, это что, это наркотики? Интересно. Я черпаю сведения, да, вот это вот, да, я вот читала, простите. Последние штрихи можно нанести, сравнивая матрицы сказок с археологическими находками в местах древних культур. Например, с глиняными ритуальными масками и фигурками. Одним словом, как говорится в сказках, я провожу много времени, разгребая носом золу. Модели архетипа я изучаю лет 25, а мифы, сказки и фольклор национальных культур вдвое дольше. Я очень многое узнала о структуре сказок и понимаю, где и когда в сказке недостает тех или иных костей этой структуры. Шли века. Один народ побеждал другой, религии изменяли друг друга, иногда мирно, иногда насильственно. И все это наслаивалось на первоначальное ядро старых сказок и изменяло его. То есть она говорит о том, что она воссоздавала, то есть у нее есть какая-то основная сказка, и она под нее находила другие сказки, похожие по своему внутреннему содержанию в разных старых изданиях или что-то наподобие. И воссоздавала одну целую сказку из того, что имелось там и тут вместе. Вот так вот. Религии изменяли друг друга, насильственно, бла-бла-бла. Но есть и добрые вести. Несмотря на всю структурную неразбериху в версиях сказок, существует прочная основа, которая ярко просвечивается и поныне. По форме и очертаниям фрагментов и обрывков можно довольно точно определить, что в сказке оказалось утраченным. И эти недостающие части можно точно восстановить, иногда попутно обнаруживаются поразительно глубинные структуры, обладающие свойством исцелять женскую печаль, следствием того, что так много женских таинств было уничтожено. «Впрочем, это не совсем так. Это не уничтожены. Они не уничтожены. Все, что нужно и нужно, нам всем по-прежнему подает нам тихий голос из сюжетной структуры сказки, из ее костяка». То есть то, что я сказала, да, что есть костяк какой-то, какая-то основа сказки, и на нее она вот подбирает из разных религий, из разных наций сказки, национальности, из разных культур сказки, и создает, воссоздает одну полную картину этого всего. «Собирание сказок — это постоянные палеонтологические изыскания. Чем больше костей, тем больше вероятность, что удастся восстановить всю структуру. Чем полнее сказка, тем более тонкие сгибы и повороты души предстают перед нами. Тем богаче становится возможность постичь и пробудить плоды труда своей души. Когда душа трудится, то она, дикая женщина, творит и умножает себя. Мне посчастливилось произвести детство в окружении выходцев из различных старых европейских культур и Мексики. Многие члены моей семьи, мои соседи и друзья переселились из Венгрии, Германии, Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Чехословакии, Сербии, Хорватии, России, Литвы, а также из Халиска и Мичиокана, из Хуареса и других старых поселений, расположенных у границы Мексики со штатами Техаса и Аризона. Эти люди и многие другие американские индейцы, жители Аполланческих гор, иммигранты из Азии, американские семьи африканского происхождения, приехавшие с юга, приходили собирать урожай, работать на фермах, в кочегарках, на сталиалитейных заводах, пивоварнях, помогать по дому. У большинства из них не было традиционного образования, однако они отличались удивительной мудростью, они были носителями драгоценной, почти чистой устной традиции. Многие родственники, окружившие меня соседи, прошли трудовые лагеря, лагеря для перемещенных лиц, лагеря для депортированных, концентрированные лагеря, где встречающиеся среди них сказители пережили кошмарные варианты сказок шахерезады. Многие потеряли родовые земли, жили в тюрьмах для эмигрантов, были принудительно репарированы от этих простых людей. Я впервые услышала сказки, которые рассказывают о ситуациях, когда жизнь в любой миг может смениться смертью, а смерть — жизнью. Послание, которое я от них получила, было настолько полно страданий и надежд, что когда я стала достаточно взрослой и научилась читать книги, то по сравнению с услышанными напечатанные в них сказки показались мне плоскими, словно кто-то их накрахмалил и выгладил. В молодости я перебралась на запад к континентальному разделу. Я жила в атмосфере взаимной любви среди евреев, ирландцев, греков, итальянцев, выходцев из Африки и Азии. Все они стали для меня добрыми духами... Духами. Духами и друзьями. Мне посчастливилось... Добрыми духами и друзьями. Мне посчастливилось узнать людей из некоторых редких и старых латиноамериканских поселений, расположенных на юго-западе США, таких как Трампа, Струча, Сниу, Мехико. Мне выпала удача общаться с друзьями, родственниками из числа американских... Мы это пропустим. Откуда? Я обменивалась сказками с братьями и сестрами, и сёстрами, целительницами за кухонным столом и под виноградными лозами, в курятниках и коровниках, когда лепила тортильи, выслеживала рисную живность и вышивала миллионы по счёту крестик. Мне выпала удача делиться последней миской чили, петь вместе с негритянками такие духовные песнопения, которыми казалось можно мёртвых откресить, спать под звёздами в домах без крыш. Я присаживалась к огню или к столу, или к тому и другому в итальянских и в польских кварталах, в горных деревушках, в Лос-Бариос, в итальянских... и в других этнических поселениях Среднего и Дальнего Запада. А не так давно обменивалась сказками про Спаратову злых духов, с друзьями-гриотами на Багамах. Мне вдвойне везло, куда бы я ни пришла, дети, матери, семейство мужчины, в расцвете лет старики, старухи, все художники души появлялись из лесов, джунглей, лугов, песчаных холмов, чтобы попочевать меня баснями и выдумками. И я тоже в долгу не оставалась. К сказкам можно подходить очень по-разному. Профессиональный фольклорист... Прошу прощения. К сказкам можно подходить по-очень разному. Профессиональный фольклорист, специалист в области юнгианского, фрейдовского или другого психоанализа, этнолог, антрополог, теолог, археолог... Каждый из них имеет свой особый метод как сбора сказок, так и их использования. С интеллектуальной точки зрения, моя работа со сказками развивалась через изучение аналитической и архетипической психологии. Обучаясь на психоаналитика, я более пяти лет изучала развитие литмотивов, символику и мифологию народов мира, древнюю и популярную иконологию, этнологию, религии народов мира и искусство истолкования. То есть, пока она училась в университете, делала какую-то из своих магистрских или доктринских работ, она очень сильно вникла в то, что она изучала. И поэтому она, пока она это все изучала, она в это все вникла, увлеклась этим. И поэтому продолжила в этом копаться глубже и начала изучать и писать свою книжку. Но интуитивно я подходила к сказкам, как Кантадора, Хранительница старых историй. Я происхожу из двух древних родов сказительниц. С одной стороны, мессемондок, венгерские старухи, которые с одинаковой легкостью могут вести повествование, хоть сидя на деревянном стуле, положив на колени пластиковую сумочку, расставив ноги и свесив юбку до земли, хоть сворачивая шею курицы. С другой стороны, куэнтистас, латиноамериканские широкобедрые старухи с тяжелой грудью, стоя рассказывающие свои сказки на взрыв в стиле Ранчера. Знаете, это когда стоят так, вот такие темнокожие такие песни, они такие очень душевные, глубокие, погуглите, если интересно, Ранчера. Оба рода рассказывают сказки просто, голосами женщин, в жизни которых были кровь и дети, хлеб и кости. Для нас сказка – лекарство, укрепляющее и исправляющее человека и общину. Те, кто взяли на себя ответственность за это ремесло и преданные стоящими за этим божествами, являются прямыми потомками обширного и древнего сообщества святых трубадуров, бардов, приотов, кантадор, кантадоров, странствующих поэтов, бродяг, ведьм и безумцев. Однажды мне приснилось, что я рассказываю сказки и чувствую, кто-то ободряюще похлопывает меня по ступне. Я смотрю вниз и вижу, что стою на плечах старой женщины, а она придерживает меня за лодыжки и улыбается, глядя на меня снизу. Я говорю ей – нет-нет, это вы должны стоять у меня на плечах, ведь вы старая, а я молодая. Нет-нет, возражает она. Все как раз так, как положено. И тут я вижу, что она стоит на плечах женщины, которая гораздо старше ее, а та на плечах еще более старой женщины, а та на плечах женщины в пышном одеянии, а та на плечах еще одной души, а та на плечах и так далее. То есть что имеется в виду, что они все... Каждая следующая женщина, ее мудрость основывается на мудрости предыдущих поколений, что передала ей мама, бабушка, прабабушка, а то, в свою очередь, еще прабабушка и так далее, да? Я поверила той старой женщине – так положено. Моя способность рассказывать сказки питается мощью и талантом моих предшественниц. Видимо, голос я сегодня кричала. Простите. По моему опыту, самый яркий момент рассказа берет свою силу именно в этой уходящей в бесконечность колонии людей, чья связь перекрывает пространство и время. Людей, которые сообразно своему времени живописно одеты в лохмотье, в пышной одеянии или на готу, до краев наполнены жизнью. И эта жизнь все продолжается. Если существует единый источник сказки, божество сказки, то им является эта длинная череда людей. То есть Бог – это мудрость. Сказка гораздо старше, чем искусство и наука психологии и всегда будет оставаться старшим членом управления, сколько бы времени ни прошло. Один из древнейших способов рассказывать сказки, который меня чрезвычайно занимает – пламенное состояние транса, когда рассказчица, почувствовав публику, будь это один человек или целая толпа, входит в состояние мира между мирами. И тогда сказка притягивается к сказательнице, скользительнице, и рассказывается через нее. Скользительница в таком состоянии призывает «эль дуэнде» – ветер, который шевыряет душу в лица слушателей, используя медитативную практику сказки. Она учится поддерживать двойную психологическую связь, то есть овладевает навыком закрывать некоторые психические врата и выходы эго, чтобы дать слово голосу тому голосу, который старше, чем камни. И тогда сказка может сделать любой поворот, который может встать с ног на голову, может наполниться кашей и стать обедом для бедняка, зазменять золотом для любителей наживы, перенести слушателей в другой мир. Сказительница никогда не знает, чем все закончится, и это лишь половина целебной магии сказки. Эта книга повествует о повадках архетипа дикой женщины. Попытаться свести ее к схеме, заключить ее душевную жизнь в таблице, значило бы войти в противоречие с ее духом. Познавать ее процесс. Этот процесс развивается. Длится всю жизнь. Вот почему эта книга также развивается и длится всю мою жизнь. Она пишет всю свою жизнь эту книгу. В ней собраны сказки, которые можно принимать как витамины для души. Здесь есть наблюдения, обрывки карты, комочки сосновой смолы. Нам необходимо прикреплять деревьям перья, которые укажут путь. Есть и примятый кустарник, который приведет нас обратно в альмундо, субтерреннео, в подземный мир, дом нашей души. Под землей есть дом нашей души. Запомнили, да? У души есть дом. То есть это вообще, она говорит такие глобальные вещи, если вы умеете читать между строк, то она рассказывает намного больше, чем даже то, что она пишет, да, что у души есть дом. То есть есть место, откуда эта душа пришла и куда она уйдет после того, как мы умрем. А значит, и оно находится где-то под землей. Под землей? Ну, по ее мнению. Сказки приводят в движение внутреннюю жизнь. И это особенно важно, когда внутренняя жизнь запугана, стеснена или загнана в угол. Сказка смазывает петли в засовы, вызывает прилив адреналина, указывает выход наружу, вверх, вниз или к нашей беде, прорезает прекрасные широкие двери в, казалось бы, ранее глухой стене, открывает пути в царство грез, к любви и знанию, назад к нашей подлинной жизни, жизни мудрой дикарки. Сказки вроде «Синей бороды» помогают нам догадываться, что делать с женскими ранами, которые не перестают кровоточить. Сказки вроде «Костяной женщины» рассказывают мистическую власть любовного союза, показывают, как омертвевшее чувство может снова возродиться к жизни и глубокой любви. В образе Бабы Яги дряхлой дикой ведьмы можно обнаружить дары старой матушки смерти. В сказке «Василиса Премудрая» куколка, вызывающая путь, когда кажется, что уже все потеряно извлекает на поверхность одной из утраченных женских инстинктивных умений. Такие сказки, как «Лолоба» «Костяная женщина в пустыне» учат преображающей работе души. Сказка «Безрукая девица» восстанавливает утраченные стадии старых ритуалов, посвящения пришедших из древних времен, а значит, дает вневременное, постоянное руководство на весь срок жизни женщины. То есть, если мы будем читать сказки между строк, мы узнаем чуть-чуть больше, чем то, что просто говорит нам сказка. И это то, что исследовала эта женщина всю свою жизнь. Именно соседство с дикой природой заставляет нас не ограничивать свое общение людьми, не ограничивать свои самые прекрасные движения танцевальной площадкой. Уши — только музыка, издаваемая рукотворными инструментами, глаза — только выученной красотой, тело — привычными ощущениями, а ум тем, с чем все мы заведомо согласны. Все мы заведомо согласны. Все эти сказки несут в себе острые интуиции, пламя страстной жизни, стремление говорить то, что знаешь, смелость, не отводя взгляда, выносить то, что видишь, выносить то, что видишь, аромат дикой души. Это книга женских сказок, образующих вехи на пути. Они для вас. Читайте их, размышляйте над ними, и они помогут вам найти дорогу к естественно добытой свободе, любви к себе, к животным, к земле, к детям, к сестрам, к возлюбленным и мужчинам. Скажу вам сразу, двери в мир дикой самости немногочисленны, но драгоценны. Если у вас есть глубокий шрам, это дверь. Если есть старая, пристарая сказка, это дверь. Если вы любите небо и воду очень сильно, почти нестерпимо, это дверь. Если вы тоскуете по лучшей жизни, полной жизни, здоровой жизни, это дверь. Собранные в этой книге материалы призваны вселить в вас отвагу. Эта работа должна стать крепостью для тех, кто на пути, в том числе для тех, кто возделывает трудную ниву души, и для тех, кто работает в миру, и для мира. В миру. То есть в мире и для мира. Там написано в миру. Мы должны стараться дать душе возможность расти и естественном направлении, достигать своих естественных глубин. Дикая натура не требует, чтобы у женщины был какой-то определенный цвет кожи, определенное образование, определенный образ жизни или материальный уровень. Но она не может свести в атмосфере вынужденной политической благопристойности или когда ее втискивают в старые, утратившие силу парадигмы. Она расцветает в условиях свежего видения и душевной чистоты. Она расцветает в своей собственной природе. Поэтому кем бы вы не были, интровертом или экстравертом, женщиной, любящей женщин, мужчин, бога или всех сразу, обладательницей безыскусной души или амбиций амазонки, женщиной, которая старается достичь высот или просто дожить до завтра, женщиной, искрящаяся весельем или угрюмой, царственной или забитой. Первозданная женщина принадлежит вам. Она принадлежит всем женщинам. Чтобы ее найти, необходимо вернуться в инстинктивную жизнь, глубочайшему женскому знанию. Поэтому давайте приложим все усилия и припомним свое прошлое вплоть до дикой души. Давайте песни вернем на свои кости и ее плоть. Сбросим все чужие одежды, которые на нас напялили, облачимся в свой истинный наряд, мощный инстинкт и знание. Заселим края души, давно принадлежавшие нам, снимем повязки, приготовим лекарства. Дикие женщины, давайте вернемся прямо сейчас, крича, смеясь, воспевая ту, которая так нас любит. Для нас проблема очень проста. Без нас умрет дикая женщина. Без дикой женщины умрем мы. Пара вида ради истинной жизни должны жить и мы, и она. Глава 1. Вой возрождение дикой женщины. Ла-лоба, женщина, волчица. Должно вам признаться, что я не принадлежу к тем святым, которые удаляются в пустыню и возвращаются исполненные мудрости. Я бывала у многих очагов и разбрасывала приманку для ангелов вокруг каждой постели. Но чаще всего вместо мудрости я обнаруживала неприятные симптомы лямбиоза, коли и амебной дизентрии. Увы, такова судьба. Мистика в средней руки со слабой пищеварительной системой. Господи, сложная жизнь у нее сложная была, это же она все о себе пишет. Я научилась скрывать любую мудрость, любой принцип, добытый в путешествиях, ибо и теперь порой старый папаша Академ подобно Кроносу не прочь сожрать детей, прежде чем они смогут начать исцелять или удивлять. Чрезмерное умствование может заслонить образы инстинктивной женской природы. О чем говорится в этом абзаце? О том, что у нее был папаша Академ, то есть мужчина, ее папа, отец, который при любом ее проявлении какой-либо активности, что она что-то хочет сделать, в корне сразу же подавлял любое ее проявление, и она вот, чрезмерное умствование может заслонить образы инстинктивной женской природы. То есть она где-то говорила, что вот я как девочка хочу что-то вот это, а он говорил, нет, тебе это не надо, или еще подавлял ее как-то, знаете, говорил какие-то ужасные вещи, рассказывал, может, какая-то такая вот история, и это на нее повлияло. чтобы углубить родственные отношения с этой инстинктивной природой, очень полезно понимать сказки так, будто это мы внутри них, а не они, не нас, а не они, не нас. Надо понимать, то есть быть внутри этих сказок, что это как будто про нас рассказывает эта сказка. Мы входим в сказку через дверь внутреннего слуха, внутреннего, мы слушаем это душой. Когда рассказывают сказку, звучание ее слов затрагивает слуховой нерв, который пересекает основные черепа и входит в ствол головного мозга, мозга пониже воролива моста. Оттуда слуховые импульсы передаются наверх в сознании, как утверждают некоторые в душу, в зависимости от отношения, с которым вы слушаете. Слишком много биологических фактов, это она пытается научно объяснить то, что она чувствует. Древние анатомы говорили, что глубоко в мозгу слуховой нерв разделяется на три или больше количества ветвей. поэтому они предполагали, что ухо предназначено, чтобы слушать на трех разных уровнях. Я вам рассказываю сейчас какие-то очень глубокие вещи, потому что у меня горло очень прям болит, я прям как будто бы, знаете, какие-то вещи, которые очень избраны, нужно слушать. Одна ветвь существует, так, ухо на трех разных уровнях. Одна ветвь существует, чтобы слышать заурядные мирские разговоры. Вторая ветвь воспринимает науку и искусство, а третья создана для того, чтобы сама душа, пребывая здесь, на земле, могла слышать наставление и приобретение знаний, приобретать знания, то есть мирские разговоры, это вы поняли, да, наука и искусство это другой уровень, это когда ты душой чувствуешь, да, какие-то вещи, и тут это когда душа общается с силой, с энергией, с Богом, как угодно, у каждого свое, да. Так, внимайте же, слухом души, ибо для этого и предназначена сказка. Первозданная женщина возвращается по косточке, по волоску, она возвращается в снах, в наполовину понятых и полузабытых событиях, она возвращается в сказках. Я начала свои скитания по Соединенным Штатам шестидесятых, стремясь обосноваться там, где растут густые деревья, где разлит аромат воды и обидают любимые мною существа. Медведи, лисицы, змеи, орлы, волки в районе Великих Озер волков систематически уничтожали. Волков. В районе Великих Озер волков систематически уничтожали. Куда бы я ни пришла, всюду так или иначе шло истребление волков. Хотя многие говорили, что волки опасны. Я всегда чувствовала себя спокойно, если в лесу водились волки. В те времена на западе и на севере можно было, заночевав под открытым небом, слушать, как горы и леса поют, 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 поют всю ночь. Но даже там век винтовок с оптическим прицелом, джипов, с прожекторами, с из сдобренных мышьяком угощений привел к тому, что над землей воцарился век безмолвия. Вскоре и в скалистых горах почти не осталось волков. Вот почему я оказалась в большой пустыне, которая лежит наполовину в Мексике, наполовину в Соединенных Штатах. И чем дальше на юг я забиралась, тем дальше слышала сказки о волках. Говорят, что есть место в пустыне, где дух женщин и дух волков встречаются по ту сторону времени. Я почувствовала, что она напала на след. Когда в приграничной части Техаса услышала сказку «Девушка-лоба» про женщину, которая была волчицей, которая была женщиной, дальше мне встретилась древняя ацетская сказка об осиротевших близнецах, которых кормила волчица, пока они не выросли и не стали питаться самостоятельно. И, наконец, старых испанских фермеров и обитателей Пуэпло юго-западной части страны я услышала скупые сведения о костяных людях, стариках, которые оживляют мертвецов. Говорили, что они могут возвращать к жизни и людей, и животных. Затем в одной из моих собственных этнографических экспедиций я встретила костяную женщину и с той поры уже никогда не была такой, как прежде. Позвольте представить вам подлинный рассказ и вступление к нему. Ла Лоба. Есть старая женщина, обитающая в тайном месте, которое каждая из нас знает в своей душе. Но мало кто видел воюю воочию. Как и старухи из сказок в Восточной Европе, она дожидается, когда к ней придет сбившийся с пути скиталец или искатель. Она осторожна, часто волосата, всегда толстая и, как правило, старается уклониться от общения. Она каркает их кудахчем и обычно изнают звуки, больше похожие на звериные, чем на человеческие. Я могла бы сказать, что она живет среди выветренных гранитных склонов индийской территории Тараумара. Или что она похоронена у колодца на окраине Феникса. Возможно, вы увидите, как она направляется в дряхлом драндулете с простреленным задним стеклом на юг по направлению к Монте Альбан. А может, кто-то заметит, как она стоит у шоссе близ Аль-Пасо или едет в кабине грузовика в Моррелию, что в Мексике или идет идет на рынок, таща на спине странную на вид вязанку хвороста. Она называет себя многими именами. Ла уэсэра костяная женщина, ла тряпера собирательница, ла лоба волчица. Единственная работа ла лоба собирать кости. Она собирает и хранит главным образом то, чему угрожает опасность стать потерянным для мира. Ее пещера набита костями всевозможных пустынных тварей, оленей, гремучих змей, ворон, но специализируется она на волках. Она лазает, ползает, шныряет по монтагнос горам и арояс сухим руслом рек в поисках волчьих костей. И когда соберет весь скелет, когда последняя косточка встанет на место и перед ней ляжет прекрасная белая скульптура зверя, она садится в огня и думает о том, какую песню спеть. А когда решит, встает над зверем, вздымает над ним руки и заводит песню. И тогда волчьи ребра и кости лап начинают обрастать плотью, и зверь покрывается шерстью. Лалоба продолжает песню, и зверь все больше походит на живого. Его хвост загибается наверх, и сильный, мохнатый лалоба поет дальше, и волк начинает дышать. А лалоба все поет так, что гладь пустыни сотрясается. Она поет, и волк открывает глаза, вскакивает и убегает вниз по каньону. Он бежит где-то себе, и вот то ли отстремительный, то ли стремительный бег, то ли плеск реки, которую он пресекает, то ли луч солнца, или луны, упавшей прямо на него внезапно превращает волка в смеющуюся женщину, свободно бежит к горизонту. Так что помните, так что помните, если вы оказались в пустыне, когда солнце клонится к закату, сбились с пути и, конечно, устали, то вам повезло, потому что вы можете понравиться во лоба, и тогда она покажет вам кое-что, имеющее отношение к душе. Все мы начинаем с кучки костей, затерянных где-то в пустыне, с занесенного песком, разваливающегося на части скелета, и наша задача собрать эти части. Это кропотливый труд, которым лучше заниматься при хорошем освещении, поскольку он требует большого внимания. Ла-Лоба показывает, что именно нам нужно искать неразрушимую жизненную силу кости. Сил и кости. Можно считать работу Ла-Лоба демонстрацией Un Quanto Milagro волшебной сказки. Она показывает, что будет благом для души. Это сказка о воскресении, а потусторонней связи с дикой женщиной. Она обещает, если мы споем песни, то сможем вызвать то, что осталось в психике от первозданной души и помочь ей снова обрести живой облик. Ла-Лоба поет над костями, которые сама же собрала. Петь значит использовать голос души. Это значит на одном дыхании высказывать истину собственной силы и собственной нужды, вдохнуть душу в то, что болит или требует возрождения. То есть рассказать, признаться себе быть честным с собой, со своей душой, признаться в том, что тебе на самом деле нужно рассказать о том, что у тебя болит и что тебе нужно докопаться до того, что требует возрождения, то есть какие-то детские травмы, какие-то непрожитые вещи, какие-то обиды, все это нужно достать и прожить. Для этого необходимо углубляться великий дух, чтобы все это сделать, тут вам рассказывается полностью инструкция, как и что делать. Для этого необходимо углубляться в потаенный дух великой любви и чувства, пока вас не переполнит желание соединиться со своей дикой самостью, а потом укрепившись в этом состоянии излить свою душу. Это и есть пение над костями. Мы не можем допустить ошибку, пытаясь получить это великое чувство любви от возлюбленного, ибо этот женский труд найти, а потом спеть гимн творением, есть работа отшельницы, работа, выполняемая в пустыне души. То есть вы должны достать из себя все эти обиды, с ними справиться, пробыть с ними, достать из себя это все, и через любовь и мир отпустить эти обиды. То есть если у вас есть какие-то более обиды, недосказанности, проговорите с людьми, которых это все касается, если есть такая возможность. Если эти люди уже не с вами, или их там нет, или они мертвы, просто нет этих людей, у вас нет возможности с ними связаться, напишите им письмо, расскажите, что вы думаете, и сожгите его. Много практик есть, посмотрите в интернете, да, что, то есть это здесь рассказывается, что вы вот сначала это все в себе разберите, ну, не то, что это все реально, это все, эти все вещи, нужно быть сильным, признаться себе в этом, и как только вы в этом себе признаетесь, сразу эти все вещи хочется решить, и как только ты хочешь их решить, это все получается довольно-таки легко, и вот вам рассказывается, как это все делается, да. Поговорим теперь о самой Ла-Лоба, символическом языке души, символ старухи, один из самых широко распространенных в мире олицетворения архетипа, еще есть великие мать и отец, божественное дитя, плут, чародейка, девушка, юноша, воительница и дурак, турочка, и все же можно сказать, что образ подобного Ла-Лоба кардинально отличается от них по сути и смыслу, ибо она символ корня, питающего всю систему инстинктов, то есть это интуиция, это мир, это вселенная, это космос, это бог, это материя, это земля, это пространство, это все, то есть это все одновременно и очень, ну, то есть архетипы в основном во всех книгах всегда сравниваются с тех, кто сталкивался с Таро, вот 22 аркана, архетипы всегда обычно 22, всегда обычно, ну, нелогично сказала, но обычно 22 архетипа, может быть меньше иногда, но в основном везде указывается 22, на юго-западе страны архетип старухи можно также истолковать к лаке, лаке-сабе, та, что знает, впервые я пришла к пониманию образа лаке-сабе, когда жила в горах Сангре де Кристо в штате Нью-Мексико, как раз под вершиной лобу. Одна старая знахарка сранчева сказала мне, что лаке-сабе знает про женщин все, и что она сотворила женщин из морщинки на подошве своей божественной ноги. Вот почему женщины существа знающие, ведь они сделаны из кожи ступни, которая все ощущает в мысли, что кожа ступни очень чувствительна, присутствует истина, потому что она, вполне современная женщина из племени Кичи, как-то сказала мне, что впервые надела обувь, когда ей было 20 лет и до сих пор не привыкла ходить в кон лос охос вендадус с путами на ногах. Кстати говоря, есть даже история о том, что не стоит давать касаться незнакомым людям своих ног, своих ступней, ну в принципе этого делать не надо, да, но не стоит этого делать, потому что ступня это самая чувствительная действительно часть, это то, что там находится больше всего нервных окончаний, и это там вообще чуть ли поступнее можно прочитать всю нашу жизнь и как и по ладошке, да, в принципе, ну, обитающая в природе первозданная сущность известна под многими именами и встречается у многих народов на протяжении веков. Вот несколько ее старых имен. Мать дней, это мать созидательница, богиня всех существ и свершений, в том числе небо и земли, мать Никия, повелительница всего темного и грязного, дурга, госпожа небес и ветров, а также людских мыслей, из которых возникает вся реальность, кот код ликуя, которая рождает новую вселенную, коварную и неуправляемую, и как волчица мать кусает дитя за ухо, чтобы привести в чувство. Геката, старая провидица, которая знает своих родных и от нее веет запахом перегноя, дыханием бога. И таких имен великое множество, это образы того, кто и что живет под горой, далеко в пустыне, глубоко в дебе. Как бы ни называлась эта сила, олицетворением которой является лолоба, она содержит сведения о прошлом, личном и древнем, ибо пережила множество поколений стара, как мир. Она хранительница женских намерений, женской традиции, ее нос чует грядущие, у нее дальнозоркие белесые глаза старухи, она одновременно живет в прямом и обратном времени и танцует, и танцуя с одним направлением, корректирует другое. То есть, что здесь говорится, это теория о том, что время или факт, я не знаю насколько, я не настолько осведомлена, что время движется в разных направлениях, да, там выходил фильм не так давно Дюлекс или как-то так, там где назад все реверс, реверс, как-то так все называлось, там где время назад вспять возвращается и время движется одновременно туда-обратно в параллельных вселенных, короче, и она говорит, что эта женщина живет одновременно, то есть мы одновременно живем по факту в прямом обратном времени и танцуя с одним направлением корректируем другое, что имеется ввиду, когда мы живем во вчера, когда мы жили во вчера, мы думали про завтра и вспоминали наше вчера, это было наше сегодня, а значит мы уже думали и направляли то, как будем, какими мы будем, что мы будем делать в будущем, значит мы уже как бы, ну назад мы в прошлое не возвращались, но какие-то вещи мы переоценивали, знаете, когда мы не возвращаемся в прошлое физически, но мы возвращаемся мысленно и переоцениваем какие-то вещи, это значит, что мы и сейчас конкретно в этом моменте мы с вами живем в прямом и обратном времени одновременно, И танцуя с одним направлением, то есть сейчас конкретно здесь, рассказывая вам все эти вещи и загружая это видео, например, на тот же YouTube, я танцую сейчас и направляю своё будущее. Тем самым, возможно, в будущем изменяя свою переоценку себя в прошлом. Очень сложно, я понимаю, но попробуйте вдуматься, я старалась как можно проще объяснить. Старуха, та, что знает, живёт в каждой из нас. Она рассказывает, что эта вся история, это не про кого-то, не только старуха, которая существует где-то ведунья, это каждая из нас. Мы, эта самая старуха, в каждой из нас есть мудрость поколений, в каждой из нас есть эта женщина-лалоба, знающая. Старуха, та, что знает, живёт в каждой из нас. Она цветёт в глубинах женской души психики, её обители в древней, в неискоренимой дикой самости. То место во времени, где встречается дух женщины и дух волка. То место, где сливаются ум и инстинкт, где сокровенная жизнь женщины находит её земную жизнь. Это то место, где обмениваются поцелуями я и ты, где женщины, полные задора, бегают с волками. Это когда, ну это же, это когда ты мудрый, вот, это когда, да, то место, где сливается ум и инстинкт. Что это значит? Ум — это когда у тебя уже был опыт, инстинкт, когда ты ещё и слушаешь свой опыт. Это твоя мудрость, твоя жизненная мудрость. То есть это обитель, это твоя мудрость, та мудрость, которая была дана тебе тобой, твоим прожитым опытом и опытом твоих женщин. Эта старуха стоит между рациональным миром и миром мифа, потому что мы не знаем, где правда. Мы не знаем, откуда появилась земля, откуда мы взялись и так далее, да. То есть мы, каждый верит в какую-то свою историю, но мы каждый ответил себе на эти вопросы или не задумывались. Но мы как-то, каждый себе придумал какую-то сказку, в которой живёт. То есть это мир мифа, в котором мы живём. И рациональный мир — это мир реальный, в котором мы здесь и сейчас находимся вот сегодня. И эта старуха, то есть мы сами, наш опыт, наш мудрость живёт между этими мирами. Вот мы — это та самая старуха, это то самое пространство, та самая дикая самость, которая перемещается, которая даёт, которая существует в этом мире. Она — ось, на которой вращаются оба эти мира. Она — это страна между двух миров, то непостижимое место, которое все мы узнаем, единожды ощутив. Но его подробности ускользают, и облик меняется, если мы пробуем их удержать. За исключением тех случаев, когда мы обращаемся к поэзии, музыке, танцу или сказке. То есть, что когда мы понимаем, как это всё работает, нам каждый раз нужно... Ну, то есть ты не можешь всегда следовать одной и той же мудрости. Тебе нужно продолжать учиться, тебе нужно продолжать набираться опыта, и тогда твоя душа будет двигаться. Или, если тебе не хватает этой мудрости и опыта, тогда следует свою душу направить к поэзии, музыке, танцу или к сказке. Есть мнение, что иммунная система организма коренится именно в этой загадочной стране души, как и мистические, и все архетипические образы и устремления, в том числе наши тяга к Богу, наша страсть к тайнам и все священные инстинкты, да и все земные тоже. Другие говорят, что и летописи человечества, корень света, клубок тьмы, там же. Это не пустота, а скорее обитель призрачных существ, где все уже существует и в то же время еще не существует, где тени вещественны, а вещество прозрачно. Сейчас объясню. Мы все живем в таком мире, где каждый живет в своей реальности, что имеется в виду, что каждый воспитывается в своей культуре, со своими проблемами, проживает свой личный опыт и взращивает свою душу самостоятельно, так как только ему одному известно, и каждый от того создает мир вокруг и свое отношение к этому миру. А когда мы создаем отношение к этому миру, это значит, что это создает наше ощущение этого мира, то есть наш мир, то есть мы его видим вот так вот, мы его чувствуем вот так вот, мы его вот так вот ощущаем. И когда это... Я забыла. А. И когда... А, вот. И тогда, когда мы перемещаемся, да, мы все себя видим, мы видим людей, это все, да. Но каждый по-своему видит этот мир, сказав вам слово «коробка». Каждый из нас подумает про разную коробку. Я подумала про коробку, в которой хранятся вещи, а кто-то подумал про коробку из-под холодильника, а кто-то подумал про коробочку из-под украшений. И это абсолютно... Ну, то есть мы все живем в каждом, в своем мире, в своих ассоциациях, в своем опыте, и потому мы живем, существуя для других, как призраки, потому что по факту каждый из других людей видит нас исключительно так, как ему хочется нас увидеть в своем мире через призму своего опыта жизни. Это не пустота, скорее обитель призрачных существ, где все уже существует и в то же время еще не существует. То есть по факту мы строим планы, которые уже у нас в голове есть, но их еще нет, где тени вещественные, а вещество прозрачное. Короче, ну, все это говорится про наш мир, только давайте копать немножко глубже и рассказывать эту сказку вот так. Об этой стране можно, наверное, сказать одно. Она стара, старше, чем океаны. Ее века не счесть, она извечна. Архетип первозданной женщины — основа этого слоя, происходящего из инстинктивной души. Хотя в наших снах и творческих озарениях она может принимать разные обличья. Ее источник не слой матери, девушки, зрелой женщины и внутренним ребенком ее тоже не назовешь. Она не царица, не амазонка, не любовница, не провидица. Она то, что она есть. Зовите ее Лаке Сабе, та, что знает. Зовите ее Дикой Женщиной, зовите ее Лалоба, зовите ее высокими именами или низкими, новыми или древними. Она останется тем, чем она является. Дикая женщина, как архетип, неподражаемая и непостижимая сила, несущая человечеству богатство идей, образов и качеств. Архетип существует везде и в то же время не видим в обычном смысле этого слова. Ведь то, что можно увидеть в темноте, не обязательно видимо при дневном свете. Мы находим столькие следы архетипа в образах и символах сказок, литературы, поэзии, живописи, религии. Может быть, его сияние, его голос и аромат предназначены для того, чтобы вывести нас из созерцания дерьма на собственном хвосте, чтобы мы могли иногда странствовать среди звезд. Да? Звезды. Здравствуйте. Иногда, она говорит, что мы иногда зацикливаемся в том, что зацикливаемся на этой обыденности и всём, что происходит в нашей жизни, что мы не замечаем, что мы можем... что у нас целая куча возможностей, что у нас есть... мы можем творить эту жизнь, мы можем делать что-то, мы забываем про это в простой повседневности, теряем это. Как пишет поэт Тони Маффейт, там, где обитает лалоба, материальное тело становится лучезарным зверем, а иммунная система организма, по свидетельствам очевидцев, под влиянием сознательной мысли становится сильнее или слабее. Там, где обитает... Боже, вы понимаете, что... Иммунная система организма, говорится, полностью находится, это научно доказанный факт, под влиянием сознательной мысли и становится она сильнее и слабее. То есть мальчик с девочкой, мужчины и женщины, если у вас болит голова, рука, нога и всё такое, есть волшебное, научно доказанное, кому, кто не верит, да? Психосоматика. Вы, если у вас болит рука, прежде чем идти пить таблетки, пойдите и загуглите. Психосоматика болит, там, кисть, тальфи, рука, нога, не знаю, неважно, всё, что угодно у вас болит, и почитайте. Вы очень удивитесь, когда прочитаете, что и почему у вас болит. Потому что, вот, да, я говорю вам, почему, что у меня вот горло, мы на каких-то других рассказываем какие-то вещи, которые сложно говорить, о которых нельзя говорить, потому что я не могу горло, прям аж першить в горле, не могла читать какие-то вещи. Может быть, потому что, ну, вот, нельзя. Или какой-то зажим, да, что вот такие вещи. Или я так думаю, что нельзя такие вещи на большое. Ну, почему-то записываю такие видео, значит, можно. Так. В общем, психосоматика, всё, что... Если у вас болит голова, подумай, старайтесь, ну, понятно, что если я не в коем случае не говорю, что не нужно ходить к врачам, обязательно нужно, если что-то болит, ходить к специалистам и всё такое. но если просто у вас там болит голова, рука, или у вас постоянно это всё болит, или вы думаете, что вы себе иногда что-то придумываете, попробуйте подумать о том, из-за чего такое происходит. Почитайте, от чего у вас может что-то там, 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 там болеть. Там, где питает лалоба, духи воплощаются в образах. Почему у меня очень сложно там получается ответить. Ещё раз. Там, где обитает лалоба, духи воплощаются в образах. А ла-воз-боз-ми-то-лодчика, мифологический голос сокровенной души, возглашает стихи и пророчества, некогда умершие вещи, обладающие ценностью для души, могут возвращаться к жизни. И ещё исходные материалы всех сказок, которые когда-нибудь существовали на Земле, имели источником чьи-то обретённые в этой непостижимой стране души, переживания, чьи-то попытки высказать то, что происходило с ними здесь. А ведь по факту, что такое сказка, или что такое любая книга, или фильм, это то, как, возьмём, например, книгу, это то, та история, жизнь, которая, скорее всего, произошла с человеком, или с его близким, другим, друзей. Чаще всего, не всегда, но в большей вероятности, даже если это фантастика, или фэнтези, если вы очень глубоко посмотрите на эту всю картину, вы увидите, что по факту, это какая-то реальная история, на которую наложили какие-то краски, немножко приукрасили, разделили на другие, добавили каких-то героев, художественного творчества, и вот вам, пожалуйста, это то, что становится выстраданностью, сказанием для других людей, это душа, эта душа пережила эти страдания, она выстрадала то, что она написала, и вот она делится этим с вами. У этого места между мирами есть много имен. Юнг называет его по-разному, коллективным, бессознательным, объективной психикой, или психоидным, бессознательным, имея в виду наиболее непостижимый слой коллективного бессознательного, зомбиленд, короче. Это последнее. Он считал местом, где берут начало биологические и психологические миры, где биология и психология могут слияться и влиять друг на друга. Это последнее. Он считал местом, где берут начало биологические и психологические миры, где биология и психология могут сливаться и влиять друг на друга. То есть у нас получается треугольник, душа, голова и сердце, то есть биология, психология и что-то, что их соединяет в память человечества это место, называем называем ли мы его нот, домом призрачных существ или трещиной между мирами, есть место где проходят все возможные таинственные встречи, чудеса игры воображения, приливы вдохновения и случайные и случай исцеления она была в этом месте ну, может быть, где-то там в своих трипах, где она там ходила она рассказывала про это хотя это место дарует огромное душевное богатство приближаться к нему ну, это я имею в виду ни в коем случае никого не осуждаю, это личное дело каждого хотя это место дарует огромное душевное богатство приближаться к нему следует подготовленным ибо у человека может возникнуть искушение блаженно потануть в его восторгах по сравнению с ним обыденная реальность может показаться пресной в этом смысле более глубокие психики могут стать восторгом ловушка из которой люди выходят неустойчивыми полных шатких теорий и туманных представлений так не должно быть возвращаться нужно полностью промытым или выкупанным в живительных и воодушевляющих водах которые оставляют на нашем теле аромат сакрального ну, в общем-то, ее вот эти вот приключения, про которые она рассказывает да, они ей помогли докопаться до истинности бытия, грубо говоря и она смогла из этого написать книжку потому что ее книга она, ну, это что-то невероятное ну, вы слышите, про что она пишет? она собрала это все в одно воедино, смогла уместила, это вау, это браво каждая женщина имеет потенциальный доступ к Рио Абаджа Рио то есть у каждой есть доступ к этой реке под рекой ее приводит к этой реке глубокая медитация танец, писательство, молитва, пение, игра на барабане активное воображение или любая другая деятельность требующая сильно измененных состояний сознания в этот мир между мирами женщину приводит тоска и поиски чего-то такого что она может увидеть только краешком глаза и ее приводит туда глубоко творческая деятельность намеренное одиночество занятие любым видом искусства и даже при наличии этих хорошо освоимых практик многое из того, что происходит в этом непостижимом мире навеки остается для нас тайной, потому что нарушает все известные нам законы физики и рационального мышления о том, как осторожно следует подходить к этому состоянию души повествует короткая, но очень выразительная сказка о четырех раввинах, которые возмечтали узреть священное колесо Иезекииля Иезекииля Поехали дальше?